всем привет всем привет сегодня мы отправились по самым известным достопримечательностям маврикии и первая наша остановка трюлесер это кратер потухшего вулкана который мы сейчас увидим и покажем вам ну что пойдем посмотрим на кратер ну что мы в конце концов забрались до кратера потухшего вулкана который мы сможем посмотреть здесь очень красиво все склонны к потухшего кратера покрывает пустая растительность прекрасная сосна ну что все склонны вулкана покрыты соснами вековыми а на дне располагается озеро небольшое хорошая трава Продолжение следует... Продолжение следует... По мне какая-то яма заросшая... Ну вот... Все, поедем посмотрим, что-то у нас там должно быть интереснее... Да, следующая наша остановка будет... Гран-Басин... Это озеро в кратере потухшего вулкана... Достопримечательность Маврикия... И священное место, самое священное место индусов... На этом острове... Ну что, поедем посетим священное место... Ну что, мы продолжаем путешествовать по главным достопримечательностям Маврикия... И сейчас приехали к озеру Гран-Басин... А за нашей спиной находится статуя Дургаммы... Это жена Шивы... Шиву мы увидим чуть позже... Ну все... Пробедить чертани... รубки... Как? 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 Играет музыка Ну что, мы приехали к статую Шиви. Это главная индуистская реликвия здесь и святыня. Он повторяет статую, которая находится в Индии и высотой 33 метра. Что еще можно сказать? Именно Шива принес сюда воду Ганга и из-за этого озеро Гран-Басин является священным. Считается, что в нем такая же священная вода для индусов, как и в реке Ганг. Ну, проверим. Надеемся, оно будет почище, чем в реке Ганг. Честно, я бы не стал проверять вообще воду, где находятся индусы, потому что... Там индусы не находятся. Это очень странно будет выглядеть. Покидаем туда индусов. Вот мы подходим уже к храму индуистскому. Да. Я попробую сейчас туда зайти, что-нибудь снять. Вроде это не запрещено. Оль, ты пойдешь в храм? Нет. Оля не пойдет, так что я пойду один. Я не пойду, потому что там надо следовать традиции и снимать обувь перед входом к храму. Ладно, у меня черные носки, так что. Ну что ж, вот я пробрался в храм. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. В данный момент проходит какая-то процедура, я даже не знаю, может типа как у нас запрещение. Не знаю, где-то идут поклонения. По традиции они здесь для чего-то есть полуфалку. Что-то тоже какое-то странное действие. Видимо, они освещают автомобиль. Да, для того, чтобы автомобиль служил долго и все было хорошо, они освещают автомобиль и проводят определенный ритуал. Если ты посмотришь, рядом стоит новенькая королла и какой-то гибридный кондо. Тоже, видимо, должны быть освещены. Сидини все мокрые. Их, видимо. Ну ладно, пойдем теперь к озеру. Ну храм такой, он простенький, здесь ничего такого сверхъестественного нет. Здесь очень много различных городов, все очень симпатично. А вот перед нами открываются виды лозы. Может быть через храм пройдем? Вернули. 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 Кстати, во время праздника Шивы в этот храм все индусы идут пешком. со всех сторон, потому что вот это место самое священное на Маврикии индуистская реликвия. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok